Новый вид автовымогательства появился в Екатеринбурге. Мошенники уродуют машину, после чего начинают требовать деньги с владельца. При этом обещают еще большие неприятности, если откупа не поступит. Как говорят юристы, многие хозяева стремятся сразу задобрить вандалов и допускают ошибку. Это только добавляет тем азарта. Аппетиты начинают расти. Юлия Анашкина вместе с пострадавшими думали, как не попасться на удочку. Эксклюзивная история в нашем эфире. Все поцарапано, все двери расцарапаны. Придется делать ремонт. Напугала Екатерину не столько эта царапина на двери машины, сколько записка с угрозами, которую она нашла на лобовом стекле под дворниками. Неизвестный пишет ей, что изуродует автомобиль куда сильнее, если женщина не откупится от вандалов через электронный кошелек. Люблю вандалить, порежу шины, разобью окна, украдем госномера, обстреляю с мневмата, если поставите на стоянку. Придем хоть когда. Если всего этого не хотите, перечислите 500 рублей на электронный кошелек. Обязательно отправьте смс с госномером на телефон. Сначала хозяйка авто подумала, что так балуются местные детвора. Но потом считалась записку и поняла, что имеет дело с настоящими вымогателями. Женщина уверена, ее авто они выбрали случайно. Номер электронного кошелька и телефона ей не знаком. Екатерина пыталась выйти на связь с вандалами, но абонент либо сразу отключается, либо не отвечает. Дозвониться до вымогателей получилось у ее друга, рассказывает женщина. Чтобы выйти с ним на связь, мужчина выдумал историю, словно с его машины сняли номера. В ответ получил смс с тем же текстом, что был адресованной Екатерине. Сказал, что сняли номера, после чего пришла смс, что перечислите 500 рублей и мы вам скажем, где забрать ваши номера. Как выяснилось, подобные случаи в Екатеринбурге уже были. Автомобилисты выкладывают на форум фотографии записок, которые они получали от вандалов. Так в одном из посланий автор даже объяснил, на что он вымогает деньги. При моем высшем образовании моя статья и мой срок отбывания не дают мне найти хорошую работу. Вот вам шанс. Помогите. 1000 рублей, что для вас это? Согласитесь, это не что для вас. Но для четырех жизней это хлеб с маслом. За жалостливыми просьбами следует угроза расправы над авто, если хозяин не заплатит. Таким образом, продолжают вандалы, они наказывают жадных автомобилистов. Впрочем, хозяева пострадавших машин уверены, все это специально разыгранный спектакль. По мнению пострадавших, причиной таких вымогательств может быть не только тяжелое материальное положение отправителей посланий. Автовладельцы не исключают, что так и хотят заставить пользоваться платными парковками. И вся эта история в любом случае пойдет на пользу предпринимателям. В любом случае реагировать на требования вымогателей нельзя, говорят юристы. Иначе шансы, что они снова будут требовать деньги, увеличатся в разы. Поэтому лучше сразу звонить в полицию. Необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы, в полицию, где подробно описать ситуацию, предоставить написанную записку и, возможно, организовать негласную охрану автомобиля. И если какие-то посягательства в отношении этого автомобиля будут, поймать тех людей, которые будут их совершать. Их действия попадают под статью Уголовного кодекса вымогательства. И здесь возможна уголовная ответственность. Екатерина так и сделала. Тех, кто пугает женщину угрозами, уже разыскивают. В настоящее время по данному факту в службе участковых и полномочных полиции проводится проверка. Устанавливается абонент, на которого зарегистрирован телефон. Проводится опрос возможных очевидцев происшествия, а также иные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному инциденту. Если авторов записки и царапин на двери машины найдут, им грозит до четырех лет тюрьмы. Из-за вымогательства, из-за те повреждения, что нанесли автомобилю Екатерины. Юлия Анашкина, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.